Все здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки еженедельных глав Тора и Шатра Авраама. И сегодня мы начинаем изучать главу под названием Вайгаш, что в переводе с иврита переводится как «и подошел». И подошел, и объясняют нам наши мудрецы, что здесь аспект этого слова «и воинственно подступил» с намерением сражаться, с намерением стоять до конца. То есть мы видим, что здесь какая-то стычка Иуды и Иосифа. И надо немножечко разобраться, что происходит. Братья приходят в Египет, Иосиф там премьер-министр. Мы видим, что Иосиф немножко издевается над братьями. Подкидывают по его повелению кубок младшему брату Беньямину, обвиняют его в воровстве. Все это обнаруживается. Иосиф говорит человеку, у которого кубок, будет мне рабом. И тогда подступил Игуда и говорит, что я раб твой, я останусь вместо него. Наши мудрецы объясняют, что он даже стал обосновывать, что зачем тебе этот молодой пацан, я сильный, я крепкий, я могу делать то, я могу делать то, что отпусти этого юношу, возьми меня. И дальше страсти начинают накаляться. И мы видим, что вот эта стычка, она является именно точкой накала, как бы финальная капля между прошлым и между будущим. И нам очень важно вот этот, прямо вот этот эпизод разобрать, что здесь происходит. Вот, и мы немножко предыстории возьмем, предысторию о Иосифе, предысторию о Игуде. И подойдем к нашему вот, вот этому финальному и подошел, и что в результате этого произошло. Что мы знаем о Иосифе? О Иосифе сказано, что он цадик, то есть он праведник. Мы изучали с вами на прошлых главах, вот, как Иосиф сдает экзамены, прямо в наших главах, сдает экзамены, если можно так выразиться, на праведность, что идет такая незримая подготовка его к будущей миссии, к тому божественному заданию, которое легло на него, ну, после его отца Якова. Вот, и мы видим несколько важных таких экзаменов. Во-первых, находясь в рабстве, он не переспал с женой хозяина, вот, и выдержал настоящий натиск, мудрецы объясняют нам, что там происходило, что она и охотилась за ним, и уговаривала его, и соблазняла его, и предлагала ему все, все, что хочешь, то есть, если просто разобраться в данной ситуации, то ему было и выгодно, и очень этого хотелось, вот, и все-таки он устоял, и объясняют нам наши мудрецы, что это качество настоящего праведника, это святость, это не пересекать те недозволенные грани, которые установил Всевышний, потому что часто люди думают, что праведник – это идеальный человек, которого нет никаких желаний, нет никаких каких-то вот таких вот негативных влечений, но на самом деле мы видим, что Йосиф именно боролся, противостоял этому, противостоял своим желаниям и одержал победу. Следующий важный экзамен мы видим, как Йосиф сдает, когда ему было добавлено два года тюрьмы, а мы изучали это в главе «Микец», вот это слово «край», «Микец», и было в конце концов, и наша прошлая глава начинается такими словами «и было после двух лет приснился сон фараону». И объясняют нам наши мудрецы, что вот за эти два года Йосиф сдал экзамен, и мы говорили на прошлой неделе, что там происходило, что на самом деле праведник такого уровня, как Йосиф, это был его индивидуальный урок с Всевышнего, что он должен был больше доверять Всевышнему, чем человека. Но Йосиф понадеялся на виночерпие и сказал ему буквально два слова «вспомнишь обо мне и напомнишь обо мне». То есть в этих словах мудрецы объясняют, что он как бы положился больше на человека, хотя не имел права этого делать, и через два года он понял свою ошибку, покаялся перед Богом, и написано, как только он покаялся перед Богом, и приснился сон фараону, и начинается путь исхода Йосифа из темницы, и прямо попадает он и становится вторым лицом в государстве Египет. Вот такое вот явление. Здесь мы можем вынести очень интересный урок, который, я думаю, что для каждого человека он подходит. Вот интересно разобраться. Если бы через два года Йосиф бы не понял свою ошибку, не признал бы ее, не попросил прощения у Бога, то как бы я подозреваю, что глава начиналась бы наша так, например, она могла бы так называться, и было после пяти лет, и приснился сон фараону, и было после семи лет, и приснился сон фараону. То есть что мы тут видим? Как только человек, если человек неправ, и у человека есть какое-то давление, то для чего приходит это давление? Давление приходит, чтобы человек обнаружил свою неправоту, признал свои проступки перед Всевышним, принял решение что-то в своей жизни изменить. И написано, и сразу небеса отреагировали, и сразу приснился сон фараону. Поэтому тут очень важный урок для каждого из нас, когда что-то происходит, надо не видеть людей, надо не смотреть на какие-то внешние факторы, а всегда разобраться в себе, разобраться в том, что происходит в своей душе, поговорить об этом с Всевышним. И скорее дело будет, как только произошло что-то в сердце Иосифа, пришло к нему понимание своей неправильности, сразу же происходят события, и на завтра его вывели из тюрьмы. Вот такой вот интересный урок. Что мы видим дальше? И тут мы видим, что человек праведник. И что мы видим? Мы видим картину издевательства над братьями. То есть с виду это точно выглядит как месть, как издевательство. И задается вопрос, как же получается? Человек назван праведником, а мы понимаем, что о месте речи быть не может. Почему? Потому что в Торе сказано, что не мсти и не держи зла в сердце своем. То раз Тора называет Иосифа праведником, и он уже проверенный, прошедший испытания, то значит действительно здесь происходит что-то другое. И нам надо разобраться, что же это такое происходит. Мы видим, как Иосиф то подложил деньги обратно, то одного брата в тюрьме оставил, то второму брату обратно кубок подкладывает. То есть целая вереница событий, которая выглядит как просто месть или издевательство, как это еще можно назвать. Но на самом деле обращают наши мудрецы внимание, что так как Иосиф праведник, весь его ориентир был на выполнение божественной миссии, божественной воли, а Всевышний открыл ему ее через сны. И так как все сны, которые он видел раньше, и он увидел, что все его сны, они превращаются в реальность, вот, то когда он увидел, что братья пришли к нему и поклонились ему, хотя они не узнали его, но они поклонились ему, как наместника Египта, вот, и он сказал внутри себя, он понял, что все его сны правильные, теперь должен прийти отец. Поэтому все, что начинает делать Иосиф со своими братьями, это, во-первых, чтобы они привели отца, потому что Иосиф знает, что для того, чтобы весь еврейский народ попал в Египет, должен прийти отец со всем своим семейством. Второй момент, который наши мудрецы объясняют, что он знает по пророчествам, что все эти снопы и отец, они поклонятся, да, но они придут все в Египет, и они объединятся здесь и станут тем большим народом, который впоследствии получит Тору у горы Синай, вот, и потом эта Тора станет достоянием всего человечества, вот, поэтому он понимает, что у них есть миссия и задание объединиться всей семьей для выполнения божественного поручения, и ему очень важно понять духовное состояние его братьев, он знал, какими они были 20 лет назад, что они продали его в рабство, что они хотели его убить, они спорили убить или продать в рабство, и каким-то чудом они его не убили, да, они завидовали ему и так далее, и он понимал, что люди с таким внутренним состоянием, они не совсем готовы стать, как бы, теми коленами Израиля, которые Бог хочет их видеть, поэтому, но он понимал, что за 20 лет многое могло произойти, и поэтому он изучает, он с ними разговаривает, и он изучает, делает им такие экзамены, чтобы понять их качество, вот, поэтому мы видим, что все затеянные Иосифом издевательства, они происходят со слезами на глазах, мы видим, что, по-моему, мудрецы посчитали, что 8 раз сказано, что Иосиф заплакал, Иосиф отвернулся, прослезился, и у Иосифа слезы пошли, мы видим, что, когда были какие-то тяжелые испытания, Иосиф ни разу не плакал, были сложности, его посадили в тюрьму, его посадили в яму, где нет воды, где змеи-скорпионы, его продали, его там купили, потом обвинили, в тюрьму посадили, и он ни разу не плачет, а здесь он все время плачет, вот, и это интересный момент, потому что на самом деле это совершенно другие слезы, это не слезы боли или слезы страха, а это такие внутренние, вот эти душевные, душевная боль, можно сказать, когда речь идет о прощении, о примирении семьи, о вот этих всех негативных воспоминаниях, которые надо выбросить и, ну, просто из своей жизни, и вот здесь момент такой интересного признания, вот, когда Иосиф им открывается, когда все вот это происходит, он видит, что Игуда настроен очень агрессивно, что Игуда не готовен оставить здесь своего младшего брата, как когда-то он сделал с Иосифом, да, и он признается, и он им говорит, я Иосиф, и когда он говорит такие слова, здесь такой интересный момент, сказано, что и не могли они отвечать ему, когда он им открывается и говорит, я Иосиф, они не могли отвечать ему, наши мудрецы обращают внимание, что когда до них начало доходить, они были в шоке, вот, и он заговорил с ними на иврите, и когда он им открылся, они вначале не поняли, они сопоставили все, что с ними происходит, и когда он сказал, я Иосиф, они подумали, что это, возможно, это злорадство, возможно, это угроза, возможно, он им сейчас скажет, что попались негодяи, я все помню, теперь вы за все ответите, и так далее, но когда Иосиф понял, что тут происходит, он добавляет, я Иосиф, брат ваш, и дальше он добавляет, да не будет досады в глазах ваших, что вы продали меня сюда, не вы это, а Бог, он сделал все это, то есть посмотрите, что тут происходит, он переживает за них, чтобы у них не было чувства вины, и он переживает за их душевное состояние, он говорит, да не будет досады у вас, потому что, ну, человек любой, который немножко может задуматься и вникнуть, ну, конечно, им должно стать было стыдно, и должно быть чувство вины, и это не проходящее чувство, и он тут действует, как сегодня бы сказали, хороший психолог, да, и любящий человек, и он сам говорит, да не будет досады в глазах ваших, он говорит, поймите, все, что произошло, это Всевышний, Всевышний всех нас менял, мы все, как говорится, были не идеалы, реальные, а теперь я ваш брат, и вы должны все забыть, и я должен все забыть, и мы должны построить здесь, ну, новый народ, как говорится, вот, и мы видим на самом деле, что Иосиф действительно был таким человеком, вот, также наши мудрецы объясняют его выражение, когда его вызвал фараон, после того, как он уже вышел из тюрьмы, и фараон говорит, и такой молодец, и такой мудрец, ну, другой бы человек сказал, да, вот, ну, или промолчал бы просто, но что говорит Иосиф, он говорит, я лишь орудие Всевышнего, который передает тебе это сообщение, когда речь шла о снах, то есть мы видим, что, ну, на самом деле, Иосиф очень исправился за это время, и был готов со своей стороны, ну, сделать то предназначение, которое было предопределено всему еврейскому народу, вот, теперь немножко поговорим о человеке по имени Ягуда, так как вот в нашем эпизоде, они вдвоем принимают участие, братья стоят, как бы смотрят на стороне Ягуды, поэтому поведение Ягуды, оно как бы показывает полностью духовное состояние всех братьев, и мы увидим, как формируется будущий царь, потому что мы знаем, что от Ягуды произошло колено царей, и нам очень интересен этот персонаж, ведь мы же могли увидеть, что если Иосиф изначально рос как праведный человек, был любимец отца, изучал Тору, то Ягуда, мы видим, вначале очень негативно себя вел, вот, давайте немножко посмотрим, что там происходило, мы видим, что Ягуда продает Иосифа в рабство, вот, и он не испытывал никакого сострадания, ни к Иосифу, ни даже к своему отцу Якова, вот, и это очень серьезная была провинность, и если мы дальше немножко разберемся, мы увидим, что за кражу Иосифа, и за продажу Иосифа, он заплатил двойную цену, потому что если мы забежим немножко в те события, мы увидим, что Ягуда потерял двух сыновей, вот, их звали Эр и Анан, и они не хотели иметь детей, потому что, как говорят наши мудрецы, они унаследовали вот эту эгоистичную природу, которая была у самого Ягуды, здесь тоже интересный урок такой, что, вот, на самом деле, очень важно не просто учить своих детей, что-то им рассказывать, хотя это тоже, конечно, очень важно, но больше, конечно, работы на них производит личный пример, когда человек умеет признавать свои ошибки, когда человек умеет меняться, когда человек работает над своими качествами, и дети, видя все это, они стараются подражать своим родителям, а мы видим вот эти два сына Ягуды, которые выросли неправедными людьми, вот, и они умерли, и объясняют нам наши мудрецы, что это как раз было вот за вот эти проступки Ягуды, вот, но мы видим, что Ягуда не понял своего наказания, и переложил всю свою вину на свою невестку Тамар, и не захотел женить на ней третьего сына, вот, обидел еще одну женщину, вот, и потом происходят такие обстоятельства, Всевышний допускает, чтобы он сблизился с ней, сам не понял, с кем он переспал в ту ночь, она предстала пред ним женщиной легкого поведения, вот, и там была ситуация, вот, что в суде он признал правоту Тамар, и признал свою ошибку, вот, и вот это вот, это была точка, где мудрецы говорят, с этого начинается возвращение Ягуды к Творцу, ну, то, что называется, чува, возвращение, раскаяние, и вот эти внутренние серьезные перемены, ну, я думаю, что все наши слушатели знают эту историю, вот, с вот этими знаками, которые он отдал Тамар, когда встретился с ней в виде блудницы, и на суде она передала ему, когда ее обвиняли в том, что она блудница, что она беременела, забеременела от какого-то постороннего человека, и когда он увидел эти знаки, он понял, что произошло, и у него хватило достоинства встать перед всеми, хотя объясняю, что он мог бы и промолчать, вот, но он встал перед всеми, признал свою ошибку, и здесь очень важный урок, который надо нам, ну, немножко остановиться на этом, что, что такое вообще царская достоинство, потому что, говорят, именно вот это качество, которое потом было присуще всему царскому роду, что признать свою неправоту, и исправить свои ошибки, ну, мы видим в дальнейшем, как это качество передалось царю Давиду, и у него тоже были ошибки какие-то определенные, вот, он не был каким-то идеальным человеком, ну, в обычном понимании этого слова, вот, допускал ошибки, были разные случаи в его жизни, но человек говорит, что это, ой, Всевышний говорит, что это человек по сердцу моему, и мы видим один эпизод, когда Давид согрешил, в случае с Батшевой, потом там был нехороший поступок, по поводу своего помощника, по поводу военно-начальника, и когда приходит пророк Нафан, прямой посланник Всевышнего, говорит, Давид, ты согрешил, и тебя ожидает наказание, то Давид моментально упал на колени, покаялся перед Богом, вот, и царство осталось у Давида, и мы можем увидеть такой же самый пример, когда было с царем Шаулем, когда он тоже провинился перед Богом, и пришел пророк Шмуэль, и говорит, ты виноват перед Богом, ну, Шауль начал оправдываться, начал юлить, начал придумывать какие-то отговорки, и тогда царство у него забрали, то вот мы можем здесь вынести серьезный урок, что такое настоящее царское достоинство, это не уметь завоевать страну, это не уметь командовать людьми, хотя это все тоже возможно, да, в необходимые моменты, но царское достоинство, это когда человек умеет признать свою неправоту, и принять решение, чтобы исправить свои ошибки, вот, и в нашей главе, в Айгаш, мы видим, вот, уже исправленный Иуда, подтверждает, как бы, то, что он исправился, и он согласен стать рабом, вместо Беньямина, Ямина, вот, и здесь мы тоже можем, как бы, выучить два интересных урока, рассказывают нам наши мудрецы, что такое настоящее раскаяние, да, настоящее раскаяние, оно всегда видно, при повторном, как бы, экзамене, да, что когда один раз, что-то происходило, и человек поступил негативно, потом он покаялся в своих проступках, но приходит следующий момент, похожий какой-то момент, да, и человек тогда должен поступить совсем иначе, тогда видно, что он действительно раскаялся, и он исправился, вот, и мы видим, в данном случае, Иосиф специально провоцирует подобную ситуацию, вот, провоцирует подобную ситуацию, которая уже была когда-то с Игудой, когда он отдал в рабство, продал самого Иосифа, и теперь что такое, ну оставь в рабстве Беньемина, и спасай свою шкуру, ведь Иосиф говорит, что я оставлю у себя одного этого парня, а вы все уходите, вы мне не нужды, то есть он специально провоцирует, такую же ситуацию, как была в то время, но мы видим в этот раз, Игуда поступает совершенно иначе, вот, и здесь мудрецы делают акцент еще на один пример, что его доброе намерение засчитывается ему как действие, потому что мы знаем, что на самом деле важно дело действия, но есть такой момент, что когда человек принимает какое-то намерение, и потом он не может выполнить это действие, то на небесах ему засчитывается это как выполненное действие, например, сегодня мы видим, как в еврейских молитвах, есть, ну, большое количество молитв за храм, ну, какие-то мы изучаем за жертвоприношения, да, и объясняют нам наши мудрецы, что когда мы изучаем за храм, когда мы изучаем все эти жертвоприношения, то нам это засчитывается как будто как бы действие, потому что если сейчас бы был храм, и была возможность принести какие-то жертвоприношения Богу, мы бы это сделали, но так как мы не можем это сделать в реальном мире, в материальном мире, то тогда то, что мы учим, и то, о чем мы говорим, наше намерение, оно нам засчитывается как действие, и так и здесь, Йосиф специально провоцирует, но потом он признается братьям, и видно, что приходит полное прощение с небес, братья все обнимаются, вот, и именно вот этот вот поступок, когда оба брата примиряются, оба простили друг друга, примирились, и объясняют нам наши мудрецы, что вот именно в этой точке такой поступок, он разрывает круг царившей в семье разрушительной ненависти, то есть то, что долгие годы преследовало этот род, то, что все были в это повязаны, вот это вот, это же между всеми братьями, и между отцом, и между всей семьей Якова, долгие годы, вот это вот все зависало, и именно в этой точке, когда один исправился, второй исправился, разрывается вот этот круг, и наши мудрецы приводят пример нам, Медраша, когда Яков шел из своего дома в землю к Лавану, и когда он в пустыне остался ночевать, и написано, он обложился камнями, один камень положил под голову, и Медраш говорит, что камни спорили между собой, кто будет под головой Якова, вот, но когда утром он проснулся, то они слились, ну, в единый монолит, вот, и здесь как бы интересная история, эти камни, это оказалось пророчеством на будущие времена, что они спорили, кто ляжет под головой Якова, всегда выясняли, кто лучше в семье, кто достоин быть преемником Якова, вот, но что мы видим, что произошло, что в конечном итоге, Иосиф выполнил жизненную задачу, которую он получил во снах от Всевышнего, Игуда, мы видим, справился со своим характером, все другие братья справились со своим характером, то есть вот эти споры все прекращаются, все это проходит, и они становятся как монолит, становятся единственной семьей, и конец этой истории, этого урока, сказано так, что и в результате всего этого, и поселился Израиль в Египте, в земле Гошен, и осел там, и расплодились, и очень умножились, то есть вместо 70 человек, которые пришли в Египет пожить, написано, что и поселился Израиль, наши мудрецы объясняют, здесь не используется имя Яков, потому что именно в результате вот этого примирения братьев, это имело большую важность для всего еврейского народа, вот, и народ умножился, и выходило уже из Египта 3 миллиона человек, которые получили Тору, и я так предполагаю, мне кажется, все пророчества, которые написаны, что вот все то же самое мы скоро будем ожидать в скором будущем, когда все рассеянные евреи по всему миру начнут изучать Тору, потихонечку вернуться в нужное время в Израиль, все примирятся вокруг Торы, вокруг Всевышнего, вокруг Божественной воли, вот, с помощью Машеха, которого все мы так ожидаем, и который с Божьей помощью скоро придет, и пусть это сбудется в скорости и останется навеки. На этом наш урок закончен, будьте здоровы, всем хорошей недели! Субтитры создавал DimaTorzok